Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витражи о Вере в Красках. Сегодня мы в селе Задубровка, в той же Черновицкой области, Буковина. И мы видим снова храм, который переживает уже два года угрозу ежедневной расправы, ежедневного нападения. Это та самая Задубровка, где было жестокое избиение прихожан, где было нападение на храм. И даже сейчас, вот здесь под забором стоит группа представителей ПЦУ, которая служит свой, так сказать, молебен. Мы побывали и на службе, пообщались с настоятелем храма, пообщались с прихожанами. Я просто хочу, чтобы вы послушали всех этих людей. Страшно было, как они напали на церковь. Они что, они сварятся, они обзывают, они не боятся никого. Их не права. И все говорят, что они на дорогах, чтобы мы их выгоняли из Божьего дома. Они сами выступили и так соби, что хотят, пишут, что хотят, говорят. Это очень тяжело. Два года молитвного стояния в храме. Это очень тяжело. Когда ты ходишь на работу, когда ты платишь податки, когда ты любишь свою страну. И в тот же время тебя называют ворогом страны. Это очень тяжело, очень тяжело на сердце, когда выражают твоих детей, когда их бьют под церковью. За что? Это очень тяжело. Это очень тяжело. Постоянно нас обзывают, что мы маскалі. Это в 18-м году все началось. Так, так, так. И дорога – это не очень тяжело, потому что много прихожан, которые приехали до нас из города. Они тут венчались, они тут хрестили своих детей. Чему они? Яке они право мают перекрить дорогу? Это очень тяжело. Они же не каноничны, они же никаких, они абсолютно не... Я хрестилась в церкви, меня родители покойные хрестили тут. Я тут, даст Бог, и детей своих повенчаю. Я хрестила своих детей тут. И я не собираюсь менять свою веру. Я тут уже много времени. И я думаю, что... Нема основе сомневаться в этой вере. Дуже тяжело того, что мы молодая семья. У меня двое детей. И дети бачат агрессию. Бачат ненависть один до одного. И дитина подходит и говорит, мам, а кто такой москалик? Дитину називают москаликом. Мало того, что я уже машину боюсь паркувати біля храму, трошки далі, потому что были такие моменты, что пробивали колеса. И шкодили поверхню машину. И яке дитине могу объяснить, что это иншая релігийная витка. И должна быть любовь элементарная, повага до ближнего. И на грунте патріотизма, их дитки уже очень ненавистные до нас. Понимаете? И это очень больно, что страшно наблюдать. Мы виснажені, нам тяжко. Но, вы знаете, есть такая пословие, если бы не было счастья, то ничего себе помогло. За эти три года, что уже третий год, наша православная родина сближается, укрепляется. Мы учимся где-то, учимся уступать. Зростаём, хочется тяжко, конечно, когда ты бачишь такую агрессию. Стараемся змовчать. Потому что, ну, с кем говорить? Это все, или это политические силы, так, знаете, делают такую работу над людьми, над святомостью. Вы знаете, наверное, я сегодня самый счастливый человек. Потому что, несмотря на испытания, несмотря на трудности, которые действительно, с которыми я здесь столкнулся, я ощутил силу веры, я ощутил великий подвиг этих людей, которые, казалось бы, в наше время, которые живут в наше время, в нашу эпоху, среди нас, они в корне отличаются от других людей. Я ощутил силу ихней молитвы. Вот, вы знаете, нельзя, наверное, это передать словами, но когда служишь в литургию, вот, бывает, вот, Господь посылает не всегда, и посылает некоторые такие ощущения, которые, они потом никогда не повторятся. И вот однажды, когда мы вот закончили уже здесь ремонт храма, и мы два месяца молились на улице, и потом уже после ремонта мы впервые зашли в храм, вот уже обновленный, и я стоял в алтаре, и я, можно сказать, физически ощущал силу молитвы у тех людей, которые стояли сзади. Тогда как-то даже хор трепетно очень пел. Тогда вот все люди как-то так молились, что я понял, что мы, ну, мы не наставлены Богом. И что самое главное, что есть у нас, это что нам Господь дал возможность нести этот крест. Он не дал, там, какому-то другому селу, там, или какой-то другой общине, но если Господь нам это верил, этот крест, значит, Он знает, что мы можем его понести. Он знает, что мы можем выдержать и достойно пройти испытания. И я вот постоянно говорю нашим людям, что у нас самая главная цель – это не защитить храм, не отстоять храм, потому что с храмом или без храма мы можем спастись. Мы видим яркие примеры, когда люди, оставшись без храма, молятся на улице, как приспосабливают разные помещения, там, магазины какие-то там. Вот я, кстати, на Задубровке служил в двух селах, в одном мы молились в магазине бывшем, в другом – в мельнице. Это еще были самые первые, наследствия самых первых расколов еще в 90-х годах. И, то есть, без храма мы спастись можем, но нам вот эта ситуация дана, чтобы мы достигли главного результата, чтобы мы, защищая наш храм, смогли изменить себя. Если вот мы сможем изменить себя, тогда, можно сказать, наша миссия будет правильна, она будет считаться успешной. То есть, вот тот результат, который мы принесем к Богу, это наше сердце. То есть, если мы научимся любить, прощать, смиряться и даже останемся без храма, мы сможем спастись. Но если мы, отстаивая храм, вот себе поменяем цель нашу на результат, и мы, отстаивая храм, будем биться, ругаться, кричать, и храм останется здесь, но здесь храма нашего не будет, то, к сожалению, наши все усилия будут чьи. Вот чему самому главному он вас учил в жизни? Вот самое главное правило такое, вот, может быть, он говорил вам. Это молиться. Молиться, молиться, и молиться, причащаться, молиться. То есть, с самых ранних лет, да, как бы быть частью церковной общины, быть частью церковной жизни. Как вас зовут? Анна. Мартиньян. Анна и Мартиньян. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Мартиньян. 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 Мартинь. Мартиньян. 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 Они не знали, что это иконы, вот такие люди зайшли, и там может всего 5-6 людей, которые ходили с нами, вот это стадо наше ходило, оно тут и осталось за бортом, а те, что не ходили, они не знают ничего, они там, ну и сейчас эта церковь не имеет ничего, там церковь порожда сидит, а мы не маем где молиться. Что интересно, везде отмечают то, что ПЦУ хоть захватывает храмы, но эти храмы стоят полупустые, ловят людей на какие-то националистические идеи, да что там говорить, постоянно где бы мы не проезжали возле захваченных храмов, они поднимают несколько флагов и говорят, что даже внутри помещений, внутри храмов, они также вешают флаги, и причем они как раз на самом видном месте. Потому сказать, что эти люди идут за Христом, идут за Богом, ну, наверное, мы не можем так говорить. Скорее всего, эти люди идут за своими какими-то политическими амбициями, идеями, и им нужно вовремя остановиться. Еще одно село, еще одна история, и таких сел, таких православных общин очень-очень много. Смогу ли я посетить, все не знаю, но я буду стараться рассказывать вам об этих людях, вот из которых и строится православная церковь, из которых и строится Христова церковь. Остригайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал «Витражи о вере в красках».